Главный политический документ года. Глава Чувашии обратился с ежегодным посланием к Государственному Совету. Михаил Игнатьев представил программу действия на определяет основные направления развития республики на ближайший год. Каким темам глава региона уделила особое внимание в нашем репортаже. Главное политическое событие года прошло в театре оперы и балета. Крупнейшее культурное учреждение республики второй год принимает у себя в стенах политическую элиту Чувашии. Михаил Игнатьев обращается с посланием к Государственному Совету республики шестой год подряд. Большая часть документа была посвящена социальной сфере. Развитию здравоохранения, образования, института семьи. В 2016-й в Чувашии объявлен годом человека труда. Считаю, что это объединит всех жителей республики независимо от возраста, пола, социального статуса, политических взглядов. Идея проста. Только честный и вдохновенный труд приносит благо. Как материальные, так и духовные. Является способом самоутверждения и самовыражения. Михаил Игнатьев отметил, что с 2010 года бюджетные расходы на одного новорожденного ребенка в среднем увеличились в 2,6 раза. Такое внимание принесло свои результаты. В республике растет рождаемость, снизилась младенческая смертость. Поэтому показатели у Чуваша лучшие в стране. Но успокаиваться не стоит, подчеркнул глава региона. Перед медиками республики стоит еще немало важных задач. Ставлю задачу перед Минздравом республики усовершенствовать систему проведения диспансерных обследований и максимально сократить временные затраты для пациентов без потери качества. Кроме того, ставлю задачу продолжить расширение сети медицинских учреждений. В ближайшие три года в районах республики необходимо построить еще 50 фельдшерских пунктов. А в городе Чебоксаве новые поликлиники. Для того, чтобы поликлиника оказывала хорошую медицинскую помощь, она должна быть не только доступной, она должна быть действительно качественной. Пациенты должны видеть комфортные условия. Поэтому практически все медицинские организации испытали вливание из республиканского бюджета в капитальный ремонт. В послании была затронута и тема социальной поддержки инвалидов, детей социально незащищенных групп. Михаил Игнатьев также отметил, что программа федерального материнского капитала продлена до конца 2018 года. Будет продолжена и программа республиканской помощи. С января 2016 года начал работать новый законопроект. Теперь семьи, которые воспитывают детей инвалидов, могут на эти средства установить у себя в квартире поручни, установить пандусы, приобрести, особенно для детей с ДЦП, специальные велосипеды для реабилитации и развития. Отрасль образования республики в наступившем году тоже должна продолжить поступательное и качественное развитие. Поручаю Минобразование Чувашии подготовить предложение по учреждению премии главы Чувашской республики для педагогов, подготовивших победителей и призеров всероссийских и международных предметных олимпиад, а также олимпиад по профессиональному мастерству. И вклад в будущее наших детей переоценить невозможно. Послание как раз и дает старт новым программам, новому этапу развития образования, модернизации образования в Чувашской республике, наверное, в каждом муниципалитете и даже в каждой школе отдельно. Что стоит участие Чувашской республики в российской и общероссийской программе строительства новых школ и реструктуризации новых школ для нашего района, для нашего муниципалитета. Это очень актуально на данный момент, и мы надеемся, что у нас будут возможности при наличии хороших результатов еще и создать с помощью Чувашской республики и Российской Федерации, понятно, хорошие, лучшие условия для образования и воспитания наших детей. Отдельный блок посланий был посвящен туристической отрасли, которая не может развиваться сама по себе. Нужна инфраструктура. Газификация за Волжье, реконструкция набережной Волги и Красной площади, развитие речного туризма позволят нам показать республику и город Чебоксары во всей красе россиянам и туристам из зарубежных стран. Михаил Игнатьев также поручил правительству разработать стратегию развития малого и среднего предпринимательства, активно работать по программе импортозамещения, выводить на новый уровень агропромышленный комплекс. Давайте сделаем все, чтобы результатами нашей работы могли гордиться наши дети и внуки. Я верю, что мои слова не канут в лету, а этот посыл станет главной установкой для каждого жителя Чувашской республики. В единстве наша сила. Уверен, у нас все получится.